Интересные факты о Корнее Чуковском. Жизнь Корнея Чуковского была нелегкой с самого начала. Он рос без отца, тот через несколько лет после рождения сына сошелся с другой женщиной, на которой женился. Его родители даже не были женаты, так как мать писателя была прислугой в его доме. И законы тех лет не оставляли им шанса на брак, так как отец Чуковского был иудеем, а мать православной христианкой. Соответственно, в Российской империи официально вступить в брак они не могли. В краткой биографии Корнея Чуковского отмечено, что он не имел законченного образования. Получал он его в гимназии, где подружился с другим будущим писателем, Борисом Житковым. Но учебу он не окончил из-за отчисления из учебного заведения. Причины отчисления не ясны, но в автобиографической повести «Серебряный герб», литератор утверждает, что его выгнали из-за низкого происхождения, то есть имела место самая настоящая дискриминация. Он отлично владел английским языком, но с ним был связан интересный казус. Учил его Корней Чуковский самостоятельно, по книгам, без наставника, и после прибытия в Великобританию обнаружился недостаток подобного метода обучения, он не понимал англичан, англичане не понимали его. Причем учить английский язык его сподвигла детская мечта уехать жить в Австралию. За свою жизнь Корней Чуковский перевел на русский язык с английского множества книг английских и американских авторов. Благодаря ему миллионы российских читателей смогли ознакомиться с произведениями Даниэля Дефо, Рейдерда Киплинга, Уолта Уитмена, Герберта Уэллса и других. Его перевод Робинзона Круза и сейчас считается классическим. Широкой публике он знаком в основном в качестве автора детской литературы. Большая часть собственных произведений Корней Чуковского действительно ориентирована на юную аудиторию, причем он всегда настаивал, чтобы книги сопровождались иллюстрациями. Детских книг без картинок писатель не признавал. Корней Чуковский, которого, кстати, на самом деле звали Николай Корнейчук, был лично знаком со многими видными литераторами той эпохи, включая Маяковского, Анастасию Вербицкую, Анну Ахматову, Льва Косиля, Александра Блока, Владимира Короленко и других. При этом своим любимым поэтом он считал Некрасова, и именно трудами Чуковского вышел первый в СССР сборник его стихотворений. Причем ему удалось разыскать и опубликовать множество стихов, которые были в свое время запрещены царской цензурой, а потому ранее не издавались. Литературоведам и исследователям биографии Корней Чуковского известно, что писатель всю жизнь страдал от бессонницы. Возможно, отчасти этим объясняется его характер. Самый популярный автор детской литературы слыл человеком очень вспыльчивым и раздражительным. Одним из самых популярных его произведений является Муха-Цокотуха, и по его мотивам в Советском Союзе четыре раза снимались мультфильмы. А в 1992 году российский ученый Озеров открыл новый, доселе неизвестный науке вид мух, и на правах первооткрывателя присвоил ему название Муха-Цокотуха. Обитают эти мухи во Вьетнаме и Китае. А всего по мотивам творчества Чуковского было создано целых два десятка мультфильмов. На настоящий момент в СССР, а затем и в России, было издано в общей сложности более двух миллионов экземпляров книг Корней Чуковского. Он стал самым издаваемым русскоязычным автором детской литературы в мире и одним из самых популярных писателей из числа творивших на русском языке. Свои имя, фамилию и отчество писатель изменил на Корней Иванович Чуковский после революции, причем официально. Его дети носили фамилию Чуковских и отчество Корнеевич или Корнеевна. Двое из них, Лидия и Николай, тоже стали известными писателями. Хотя Корней Чуковский пережил троих из четверых своих детей, что стало для него тяжелым ударом.